МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гости из Норвегии. В Наринмаре проходит международный скаутский лагерь. Какими знаниями обменялись ребята, узнала наша съемочная группа. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. В Наринмаре объявлен карантин по бешенству в связи с заболеваемостью животного на территории муниципалитета. Соответствующее постановление подписано в администрации Нейнского округа. Согласно документу, на территории города запрещается проводить выставки собак и кошек, выводку и натаску собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных. В связи с объявленным карантином, государственная инспекция по ветеринарии Нейнского округа разработала план по ликвидации эпизиотического очага бешенства животного и предупреждению новых случаев болезни на территории города. В частности, необходимо провести вакцинацию неиммунизированных собак и кошек в зоне карантина, не допустить проникновения домашних и диких животных на производственные предприятия и объекты, обеспечить защищенность зданий, дошкольных, школьных учреждений от проникновения на территорию животных и другие. Сегодня в окружной столице состояло заседание Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по экономике и устойчивому развитию. В центре внимания парламентария в три темы – создание системы верификации зеленого финансирования, проблемы водообеспечения и вопрос единого энергетического рынка в периметре азиатского пространства. В работе Постоянного комитета принимают участие порядка 90 парламентариев из 15 стран, членов и наблюдателей. На международную встречу в Наридмар прибыли представители Сирии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Таиланда, Саудовской Аравии, Камбоджи, Турции, Китая, Ирака, Лаоса, Вьетнама, Бангладеша и Ордании. Почему заседание Комитета по экономике и устойчивому развитию проходит именно в столице Ненецкого Заполярья, в интервью окружным СМИ рассказал депутат Госдумы Алексей Илященко, под председательством которого проходит встреча. Когда рассматривался вопрос о месте проведения заседания Постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию, рассматривали разные города, и Санкт-Петербург, и Мурманск. Но, на мой взгляд, именно Наридмар дает представление о настоящей русской Арктике, с ее динамикой и инвестиционной привлекательностью. Мне хотелось бы, чтобы делегаты, которые приехали сюда, своими глазами увидели город, увидели те процессы и ту динамику развития, которая существует в Русской Арктике. В рамках работы Комитета по экономике и устойчивому развитию прошли заседания рабочих групп по зеленому финансированию, единому азиатскому энергетическому рынку и водному кризису. В частности, участники мероприятия обсуждали проблемы санитария, обеспечение населения Азии чистой водой. Сейчас есть огромное влияние на климат со стороны человечества, и в целом это влияние связано не только с сельскохозяйственной деятельностью, но и с водными ресурсами, также с ситуацией, связанной с здравоохранением, и вообще с ситуацией бедности, в которой проживает население. И я, представляя регион Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, могу сказать, что мы культивируем рис. И из-за климатических изменений мы уже видим, что снижается урожайность. И если мы сейчас не начнем бороться с этими проблемами вместе в рамках азиатского региона, я думаю, в конце концов, эта ситуация скажется на каждой из стран. Перед нами большой объем работы, который мы должны выполнить. И на этом пути мы должны предпринять очередной шаг. Мы должны предпринимать такие инициативы, которые идут во благо не просто отдельных людей, а на благо всего человечества. Мы должны меньше потреблять и больше думать о наших будущих поколениях. Вода, трава и огонь, они не являются чьей-то прерогативой. И люди должны сотрудничать для того, чтобы помогать друг другу и помогать развиваться странам, у которых не хватает одного из этих рекордов. Как отметил руководитель делегации Совета Федерации в делегации Федерального собрания в АПА Геннадий Орденов, к охране окружающей среды должно быть очень бережные отношения, очень высокие требования. Есть негативные примеры у наших тех же азиатских стран-соседей, когда Сирия в свое время национализировала все свои степные просторы, раздала их фермерским хозяйствам. Их начали, ну не то что, а беспредельно эксплуатировать. Сегодня там запустынивание, эрозия почвы. То же самое мы имеем на наших территориях бывшего Советского Союза. У нас у всех на глазах, вы помните, исчезло Аральское море. Это что? Это вот как раз нерациональное использование водного хозяйства. Также в рамках заседания Постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию АПА были рассмотрены вопросы ликвидации бедности. Кроме того, в рамках заседания предусмотрены двусторонние встречи представителей иностранных государств российской делегации, представителями окружной администрации и регионального парламента. Цели, которые закладываются в деятельность Азиатской парламентской ассамблеи, это общение парламентариев наших государств с дальнейшей выработкой тех решений, которые могут влечь в основу регламентных норм, которые будут регулировать различные аспекты жизни наших государств, в том числе, к примеру, по вопросам привлечения инвестиций в экологические проекты, так называемые «зеленые» финансовые инструменты. С помощью этих инвестиций можно запускать такие инфраструктурные проекты, как очистные сооружения, как переработка городокоммунальных отходов, как коммунальные сети и многие другие. Речь идет о привлечении дешевых и долговременных инвестиций в российские регионы из государств инвесторов. Решения комитета АПА будут зафиксированы в итоговой резолюции. Напомню, в состав Азиатской парламентской ассамблеи на постоянной основе входят парламенты 42 государств. Статус наблюдателя имеет 16 стран и 9 международных организаций. Ассамблея координирует усилия национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения их роли в обеспечении мира в азиатском регионе. Ирина Никешина, Леонид Шишилов, Телеканал Север. Родители детей-инвалидов освободят от транспортного налога. Речь идет о налоге за одно транспортное средство для одного из родителей, усыновителя, опекуна, попечителя и приемных родителей, проживающих совместно с ребенком. Соответствующий законопроект принят на очередной сессии собрания депутатов округа. Поводом для его разработки стало обращение региональной общественной организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья инвалидам и их семьям. Особое детство в Ненинском округе. В действующей редакции закона о транспортном налоге на некоторые виды автомобилей освобождены инвалиды 1-й и 2-й групп. Один из родителей в многодетной семье – ветераны, участники Великой Отечественной войны и боевых действий. Пенсионеры по старости и по случаю потери кормильца, а также граждане, проживающие в сельской местности. С принятием изменений в региональный закон появляется еще одна льготная категория граждан. Принято решение о том, что мы освобождаем от транспортного налога родителей, опекунов, попечителей, усыновителей, совместно проживающих с ребенком инвалидов, имеющих зарегистрированное транспортное средство. Это может быть как лодка, как один из видов техники, в том числе это может быть и легковое транспортное средство. Кроме того, депутатами расширена категория получателя ежегодной выплаты ко дню пожилого человека. Соответствующие изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельной категории граждан, проживающих на территории Неницкого округа, приняты на сессии сразу в двух чтениях. Те люди, которые проживают в округе более 15 лет, но имеют какую-то определенную группу инвалидности, они выпали из этого. Поэтому абсолютно правильное решение, что мы сегодня на сессии приняли, чтобы вот эти категории граждан тоже получали выплату, единовременную комиссионную выплату ко дню пожилого человека. После вступления в силу поправок, принятых на сессии, право на выплату ко дню пожилого человека будут также иметь жители округа, имеющие первую, вторую или третью группы инвалидности, и срок проживания которых в округе составляет не менее 20 лет. Для реализации проекта потребуются дополнительно финансовые средства. По предварительным расчетам Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа, компенсацию смогут получать еще 349 человек. На эти цели потребуется более 3 миллионов рублей из окружного бюджета. Настоящий закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Жителям Ненинского округа не потребуется повторно предъявлять документы при получении госуслуг. В регионе создано единое хранилище документов, которое позволит упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг вне зависимости от способа подачи заявления. Об этом на сессии собрания депутатов Ненинского округа сообщил вице-губернатор Иван Болтенков, представляя соответствующий законопроект. Единая государственная информационная система призвана облегчить жизнь жителей Ненинского округа вне зависимости от способа подачи заявлений традиционным способом в электронной форме или через МФЦ. Таким образом, создание единого хранилища документов позволит ускорить сроки и упростит процедуру получения государственных и муниципальных услуг жителям региона. Как подчеркивают разработчики законопроекта, органы власти и местного самоуправления уже не могут требовать от заявителя или МФЦ документы на бумажном носителе в случае, если заверенные копии таких документов имеются в едином хранилище документов. Так называемая бесшовность и омниканальность. То есть житель должен получить услугу таким способом, каким она ему удобна к получению, будь то МФЦ, будь то личное, будь то присутствие в органе власти, и не приносить с собой повторно те документы, которые гражданин уже один раз предъявлял. То есть единожды принеся с собой документ, его специалист переведет в электронный вид, заверит, и этот документ будет храниться в течение всего срока годности этого документа, покуда он будет годен, и гражданин, сколь угодно раз, когда это будет ему потребно, будет им пользоваться в любой ситуации там, где он будет получать услугу. Кроме того, при подаче заявлений в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг жители региона также смогут использовать заверенные электронные копии своих документов, размещенные в едином хранилище документов. При этом личной явки в орган власти, орган местного самоуправления, либо в МФЦ не потребуется. На Рейнмаре прошел очередной урок цифры. Его задача – разъяснить школьникам проблемы, особенности и перспективы развития информационных технологий. Ученикам первой городской школы в этот раз рассказали об управлении проектами и создании приложений. Что такое проектная деятельность, какими признаками обладают проекты и в чем их специфика, а также как проходит процесс создания приложений для телефонов. Урок информатики для семиклассников первой школы сегодня прошел в необычном формате. Сегодня мы узнаем, как создаются приложения, как они устроены, как все это преобразуется. И вот сейчас мы как раз-таки на этом работаем. А вот ее одиннадцатиклассница Ксения Шишелова считает такие уроки современной необходимостью. Наш 21 век – век современных технологий, и каждое знание о информатике важно сейчас. Организаторы также отмечают необходимость проведения данных уроков, как возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении. Сегодня я детям буду рассказывать про проектное управление, про разные его виды, как это применить в образовательной деятельности, как применить это в их личностных каких-то достижениях. Но, естественно, большой и самая главная основа этих уроков является пропаганда цифрового развития, цифровизация и спопуляризация как раз-таки нашего направления для дальнейшей деятельности школьников, студентов, абитуриентов. Организаторы считают, что участие в уроке «Цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. В регионе завершился семинар глав муниципальных образований. В течение четырех дней главы вместе с представителями органов власти, профильных департаментов и правоохранительных структур обсуждали ряд актуальных для поселения вопросов. В ходе семинара поднимались темы предстоящей выборной кампании, паводка, ЖКХ, рыболовство, занятости несовершеннолетних и другие. Заключительный день работы состоялся в администрации Заполярного района и завершился торжественным вечером в честь Дня местного самоуправления. Повестка учебно-консультационного семинара глав муниципалитетов охватила большое количество тем. Формат живого общения – это возможность задать вопросы, которые волнуют глав муниципалитетов, лично представителям государственных или надзорных органов. Для Антикского сельсовета, как и жителей других сел, проблемой была выдача справок о составе семьи. Мы не имеем права выдавать справки о составе семьи, так как этих справок не существует. Ну, порешали, а без этих справок, значит, не продвигается ни одно, ну, никуда без них, ни на пособие, ни на пенсию, ни на что. Ну, порешали, и, значит, будем выдавать, идем людям навстречу. Еще один вопрос, который волновал жителей Антика и который также положительно удалось решить в рамках семинара – это оформление в собственность земли и жилья. Теперь людям не нужно выезжать из деревни в Наринмар для этих целей. Стоимость земли очень дорогая, кадастровая стоимость. Вызов кадастрового инженера – 8 тысяч. Это очень дорого для пенсионера, который получает там пенсию, 20 тысяч. Это очень дорого. Через госюрбюро это дешевле и быстрее. И пенсионеру не нужно самому ездить. Мы собираем документы, доверенности, сдаем, и госюрбюро работает. Важным событием в рамках семинара стала встреча глав поселений с районным руководством и депутатами Совета Заполярного района, на котором стороны обсудили насущные проблемы и пути их решения. Это и обращение с твердыми коммунальными отходами, и обеспечение чистой питьевой водой сел округа. Если проблема с обращением ТКО остается пока не решенной в силу различных причин, то вопрос с питьевой водой частично решен. Им на сегодняшний день занимается Север-жилкомсервис. У них есть понимание по каждому населенному пункту. У них создано специальное подразделение, которое занимается чисто этим. Они ездят, они монтируют уже теперь сами. У нас разные опыты есть. Есть опыт привлечения иных, скажем так, исполнителей в рамках муниципальных компаний. Не всегда это положительный результат имеем. То есть качество страдает, сроки страдают. Есть опыт уже, когда мы Север-жилкомсервис, так как он эксплуатирует в дальнейшем эти установки, самостоятельно монтируют. И, как показывает тот же опыт, пеший опыт, например, индиги, работает, востребовано и люди пользуются. Завершился учебно-консультационный семинар глав муниципальных образований торжественным заседанием, посвященным Дню местного самоуправления. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Приключения норвежцев на Рьенмаре. С 14 апреля в Ненинской столице проходит международный скаутский лагерь. В регион прилетели 12 юных потомков викингов. Здесь они познакомились с историей, традициями, культурой нашего округа и вместе с местными коллегами прошли сложные испытания. Ориентирование на местности, выполнение заданий по отработке навыков спасения и оказания первой медицинской помощи. Это уже не первый приезд норвежской делегации в регион. Восемь лет ребята поддерживают теплые отношения с Ненинским округом и расстояние им не помеха. Какая она норвежско-ненинская скаутская дружба узнала Любовь Пермякова? Когда я в России, потому что я думаю, что это весело здесь, весело и красиво. Я думаю, что здесь хорошо, и это меня делает счастливее. Здесь весело и вначале казалось, что это очень странная страна, Россия, но он здесь не первый раз. Это второй его раз приезда в Наринмар, и он, скорее всего, привык к этому месту. То есть он знает все здесь. Норвежец Том Эрик вместе с остальными скаутами проходит соревнование по оказанию первой медицинской помощи. В Наринмаре юноша чувствует себя как дома. Первый его приезд в северную столицу состоялся в августе 2015 года. Тогда 50 норвежских и 50 норинмарских скаутов провели 10 дней в палаточном лагере на территории Центра арктического туризма. Во главе делегации была неизменный лидер норвежского городского движения из города Брёнейсуна Мэрит. Сегодня она тоже в строю. У нас очень много хороших друзей из Наринмара, поэтому у нас такой продолжительный контакт между скаутами Ницкого, автономного округа и этого города. Теплая дружба между скаутами началась в 2012 году. Тогда первая группа ненецких ребят отправилась к северным соседям, пообещав, что когда-нибудь и норвежцы приедут в Ненецкий округ. Обещание свое сдержали. И они в принципе сказали, что да, для них Россия была непонятна и немножко страшна. Поэтому до последней минуты там менялся состав ребят, которых родители готовы были отпустить в Россию. Но им понравилось у нас. И настолько, что в 2016 году они написали грант и через барин-секретариат, через эти средства получили деньги и пригласили нас в Норвегию. В этот раз к нам приехали 12 норвежских ребят. Для них подготовили насыщенную программу. Посещение Ледового дворца, Краеведческого музея, 4-й школы и даже хлебозавода. Но главное, что удалось сделать северным гостям, наладить контакт с русскими коллегами. Несколько дней уже прожили с ребятами из Норвегии. Вот чему у них научились? Вот какие они? Отличаются они от наших скаутов? Ну да, отличаются. Ну, получше нас знают узлы. Дисциплина другая. Дисциплина другая. Немножко другой образ питания у них. Мало что едят из нашего. Но давали им местные продукты попробовать. Наримарского производства очень понравилось, говорят. Стоит отметить, что скаутская семья Ненецкого округа с каждым годом расширяет свои дружеские границы. Совершенно неожиданно вчера на моей страничке ВКонтакте появилось письмо от скаутов Испании. Канарские острова. Которые тоже спрашивают, мы видим у вас норвежцы, может мы тоже приедем в Наримар, а вы приедете к нам. Я сказала, что я подумаю про это в понедельник, когда мы в воскресенье гостей своих отправим. Впрочем, расставание будет недолгим. Уже летом Ненецкая делегация отправится в международный скаутский лагерь в Норвегию, куда съедутся самые выносливые ребята из Польши, Шри-Ланки, Швеции и Дании. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Театрализованные представления, выставки, мастер-классы и многое другое. Ненецкая окружная библиотека имени Печкова приглашает жителей и гостей города на масштабную акцию «Библия-ночь-2019». «Библия-ночь» в этом году пройдет уже в седьмой раз. Ее участники смогут познакомиться с творчеством знаменитого поэта и земляка Алексея Печкова и окунуться в мир его поэзии, узнать много нового и интересного из истории нашего края, а также стать участником музыкальной программы «Земля нашей силы», посвященной юбилею Ненецкого округа. В библиотеке много будет работать различных площадок, посвященных этим темам. Также в программу войдут букроссинг, музыкальный калейдоскоп с участием учащихся и преподавателей детской школы искусства, различные мастер-классы, книжные выставки. На «Библия-ночь» состоится награждение участников фестиваля компьютерной грамотности «Цифровое сияние-2019». Начнется вечер театрализованным представлением для самых маленьких участников акции. Параллельно будет работать традиционная акция «Букроссинг» под названием «Превратим весь мир в библиотеку». Все желающие смогут принести свои прочитанные книги и обменяться ими с другими читателями. В рамках акции в отделе по работе с детьми также пройдут третьи городские соревнования по робототехнике и квест «Марафон здоровья». Напомню, акция «Библия-ночь-2019» под названием «Над нами светит полярная звезда» пройдет 20 апреля с 18 до 23 часов. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.